Музыка Так, ребятушки, всем привет! Давайте такие последние приготовления Сейчас настроим камеру Поинтереснее Приподнимем Вот так, чтобы как-то Чтобы хоть что-то Чтобы хоть как-то Ой-ой-ой Больше ничего сделать, наверное, не в моих силах Матерь Божья С этим Ютубом я столько Смежных профессий осваиваю Ты просто Кладись Ну, кладись Что мне, я не знаю Никуда не приглашаете Денег много не предлагаете Ой, мура Ладно, ребят, ну что, нам не посудить, что вы уж с вами, правда? Какие наши годы Пригласят еще Оцените Конечно 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 Я, конечно, все это вырежу Это понятно Это такое Хоу-ви-дел Для меня Хоу-виде-о Ой, а спина? Ой, здесь холодно А я еще болею У-у-у, сейчас переставим стульчик Следующий аромат, и давайте посмотрим, это у меня что, Light Clued, да, вот он у меня представлен вот в таком варианте, в варианте туалетной водички и в отливантике, в отливантике, по-моему, здесь у меня было 5 миллилитров, и на руке он у меня, я знаю где, да, он у меня вот здесь, на этой руке, с тыльной стороны. Аромат 2009 года, и это Light Clued, да, сейчас, 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 вы знаете, вот этот аромат, он самый, я думаю, куда же я Surreal-то дело пропустила, этот аромат самый спорный из всей пятерки ароматов Moschino, которую я вам сегодня представляю, самый спорный, сейчас расскажу почему. Итак, вот этот аромат, для того, чтобы вы его представили, ну, быстренько скажу вам, что коробочка, конечно, и оригинальный флакон выглядят, понятно, по-другому, обычный Moschino в таком белом, в таком голубом исполнении, на котором, на как бы голубой коробке и на голубом флаконе белые облачка такие, и полфлакона, по-моему, такой полупрозрачный, немножечко сделан, полупрозрачный флакончик, да. Когда смотришь на этот аромат, то первое, что в голове вот у меня проносится, ну, и название еще такое, да, Light Clued, легкие облака, помните, был раньше мультик, он был не самый мой любимый, но просто он, как бы, да, вот, идет в асоциативном ряду, когда там какой-то непонятный зверек, и, по-моему, и Мишка там, или кто-нибудь, какие-то непонятные ушастики поют песню. Ах, облака, вот это, белогрибные лошадки, помните? Ну, в общем, когда я смотрю вот на это, вот, я на этот флакон, на коробку, я думаю, что меня сейчас облака тоже как-то так поднимут, унесут, и аромат должен быть каким-то легким, каким-то таким, знаете, вот, вот, похожим, или на Лаф-Лаф, или на, ну, тот же хотя бы Сориал, до которого мы еще не дошли. Ну, что-то такое, легкие облака, ну, что у вас, какие ассоциации, да, конечно, воздушность, конечно, акватика какая-то, свежесть, там, все дела. Но первое, первое, что вот, почему спорный аромат, сейчас придем. Первое, что я слышу, тут уже у меня, конечно, не старт, а база, ну, базу я вам потом расскажу, я уже могу смело еще раз обновиться, чтобы вам сказать. Знаете, он на старте совершенно иной, и в целом он совершенно иной, вот тут что-то различие между названием для меня, для меня, а то вы сейчас опять скажете, нет, а мы прям на облаках сидим и ножками болтаем. Сидите себе, болтайте. Вот, а у меня, знаете, какой-то вот старт вообще капец просто, это редко встретишь такой аромат, когда на старте ты думаешь, ну, даже я, любитель бренда Маскина, я много раз, скажу честно, подходила к нему, и когда тестила в магазине, ну, никакого желания у меня купить не возникало. В целом, как и сейчас, я этот себе аромат не куплю, ну, если, как говорится, да, там каким-то чудом он ко мне попадет, миленько подарит кто-то, ну, не знаю, там, да, найду клад из ароматов, ну, конечно, будет. А вот так просто пойти купить, нет, не вызывает желания, стартует он у меня каким-то таким, знаете, рисковатым, непонятно синтетическим аккордом с примесью хвои. Я сначала думала, откуда хвоя взялась, потом сообразила, в базу посмотрела, там белый кедр, ну, тут мне как бы, ладно, концы с концами сошлись, белый кедр, хорошо, все понятно. Значит, читаем начальные ноты, что у нас тут. На старте цикламен, персиковый цвет, зеленые ноты, ладно, могу вытащить еще как-то откуда-то вот, вот этот вот цикламен, зеленые ноты, ну, могу, могу, знаете, хвоя, если натянуть за уши, ладно, дальше. В сердце роза, жасмин и лотос. Знаете, прикол в том, что вся цветочная композиция в этом аромате, она настолько запрятана под мощнейшую базу, что вот эта база давит и не дает просто никаким росткам пробиться. У меня впечатление такое, в базе сандал амбра, пачули, мускус, амбрета и белый кедр, вот я уже сказала, да, белый кедр. Поэтому из всего того, я несколько, больше всего я ходила в этом аромате по дням и по времени. И хотела его, знаете, честно оправдать, думаю, ну, как-то вот выжить что-то из этого, думаю, ну, я сейчас-то я-то найду, что выжить. Особенно выжить не получилось, потому что я все ждала, потому что на программе написано, ну, сейчас вот первые ноты слетят, и вы раскроете там, на вашем теле раскроется пышный там цветочный букет, у кого-то, наверное, раскроется. У меня он не раскрылся. То есть он, как говорится, хотел, но тихо умер. Вот. Вот это вот, говорю еще раз, ядреная база. И, знаете, из этой базы я тоже не могу вычленить ничего членораздельного, чтобы вам сказать, вы знаете, тут прям вот, вот тут прям почули. Да никак тут не почули. Знаете, если это какие-то извращенные, может быть, почули, ну, может быть, почули. Понимаете, никакого здесь земляной аккорд, нету тут никакого аккорда. Здесь, правда, не обижаю аромат, но именно синтетическо-пластиковый вот этот вот какой-то ключ, из чего не пойму. Может быть, из неподходящих ингредиентов, может быть, так было задумано, как говорится, свыше, да, я же не знаю, но для меня это так. То есть я ждала честно, думаю, ну, ладно, сейчас там это слетит, в сердце уйдем, а уж там мы из сердца, как говорится, да, там, что-то там, нет, ничего. Еще раз скажу, для меня мощная база убивает все на свете. Не скажу, что дихлофоз, но, в общем, подарок еще тот. Такой, знаете, интересный вот кот в мешке. Этот аромат не дарите, не дарите, иначе может точно вот как бы пролететь, как фанера над Парижем. Это не тот аромат, который надо просто, знаете, вот как я купила Сориал женщинам, да, снимала видео вот перед летом. Купила Сориал, подарила, знаю, что я точно знаю, что ей подойдет, и ей понравится, и как бы будет нормально, да. А вот этот аромат, конечно, я не подарю. Чтобы вы поняли, как это звучит для меня, он отчасти схож с Арман Бази Ин Ред. С Арман Бази Ин Ред вот та такая непонятная, химическо-синтетическая, вот в этом ключе он звучит, в этом. Не по аромату, а именно вот ключ непонятности, ключ вот этого вот звучания, как у Арман Бази Ин Ред. Что-то такое синтетическое, пластическое, где-то чуть услышны действительно вот эти вот зеленые ноты, где-то вот это вот хвоя белого кедра пробивается, судя по всему, ну, я не знаю. Амбрета, амбра, амбрета, вот что-то вот из этой бы серии я бы пригребла, но не почули, ну, и мускуса, как обычно, да. Вот все это как-то вот, знаете, под, по полито сверху, как бывает, поливают мороженое, так и сверху немножко мускусом полито, все. Поэтому где-то скорее даже это близко к звучанию вот в машине там чего-то, да, вот чего-то такого кожано-салонного что ли. То есть не совсем, никак не цветочный, никак не свежий, никак не акватический, а немного, вот в ключе, знаете что, у него есть определенное, его сравнивают, сейчас я вам скажу, с императрицей от дочи Габбана, где там императрица, девочки, я не знаю вообще. У дочки у моей в одно время было несколько бутылок императриц, для меня вообще схожести нет. Дальше сравнивают Ля-Бе и Ацелот, но это есть у меня сейчас Ля-Бе и Ацелот, вот уже год когда и желтый и розовый. Если бы он так пах, нет, нет, конечно никакой не Ля-Бе и Ацелот. И даже сравнивают Сориал от Маскина. Сориал, вот он стоит рядом, ждет своего часа, с Сориалом я его и близко не сравню. Поэтому скорее вот по непонятной такой, знаете, именно чуть кремовой подложке, несмотря на то, что, да, здесь сложно что-то прослушать, он все-таки чуть-чуть, и вот по этой мускусности, наверное, он чуть-чуть схож с классикой, с черно-красной классикой, именно по кремовому мускусу, вот так, если вам понятно. Все, поэтому аромат спорный, самый для меня, и я не знаю, напишите, что вы о нем думаете, как вот он на вас раскрывается, на мне, вот я куда только его не брызгала, на волосы, под волосы, всю себя, одежду. Нету, я не нахожу ни цветов, ни ничего такого, чтобы вот, нахожу штрихи Маскина. Ну, мне маловато, мне не хватило, чтобы захотеть купить. Все, последний аромат на сегодня, это Сориал, вот он у меня тоже в виде от Леванта, вот так вот, да, Маскина Сориал, в туалетной водичке, Маскина Шипен Шик Сориал, сейчас, о, здесь, да, да, да. Итак, про Сориал, аромат 17-го года. Кто видел коробочку от Маскина Сориал, и этот флакон, это, знаете, можно купить вслепую, только увидя вот эту коробочку и вот этот флакон, скажите. Ну, это вообще просто потрясно, и, конечно, я вот отдаю все свое сердце дизайнерам, я не знаю, как они правильно называются, по флаконам, кто рожает эти идеи у компании Маскина, я бы с радостью познакомилась с этими людьми, потому что, ну, они потрясные, они попали в мое настроение, в мой характер, потому что, когда я смотрю на флаконы Маскина, они вообще-то мне всегда нравятся, но вот этот флакон у Сориал, это вообще нечто для меня, просто реальное нечто. Это, вы видели, такой, знаете, подмигивающий флакон, он обычный, да, с этой крышечкой классической, но он такой позитивный, яркий, какой-то бело-голубой и разрисованный там разными-разными такими летними наклеечками, ну, увидите, да, посмотрите на фраги, кто не видел, не поймет, о чем я говорю, слушайте, но аромат точно такой же. Аромат яркий, острый, цитрусовый, сильно цитрусовый. У него есть небольшой минус, тоже я о нем скажу, ну, кому-то минус, мне в целом не минус, просто для кого-то я читала фрагрантику, и люди пишут, ну, нам вот не нравится именно то, что в целом нравится мне. Ну, ладно, не будем далеко ходить, значит, смотрите, потом я вам прочитаю, что здесь там, где здесь что, скажу, что нравится. Он стартует цитрусами, он стартует ярко, он стартует ярко, знаете как, немножко островатенько, и вот вместе с этой цитрусовой такой яркостью у него есть сразу прям, вы сразу чувствуете горчинку некую. Но мне это не претит, и для меня это как раз классно. Я люблю цитрусы, особенно, в принципе, я их люблю в любое время года. Вот чем для меня хороши цитрусовые композиции, я их ношу всегда и везде. Для меня они практически универсальны и всесезонны. И, опять же, для всех возрастов. Вот эти для меня прикольны, и, ну, я люблю их просто так. Но для себя я поняла, плюс к тому, что, безусловно, я их люблю как мать-ребенка, так я еще, у них еще куча-куча плюсов у цитрусовых ароматов. Но для кого-то это минус. В основном аромат на всем протяжении звучит как моно. То есть он начинается с цитрусов, он, по сути, цитрусами и заканчивается. Для меня Сориал схож, знаете, с чем, чтобы вам было тоже попонятнее, кто не знает Сориал, с Сахариен и Сен-Лорано. Вот Этро Пегаса, он более яркий, более зеленый, острый, яркий, более такой, знаете, выраженный, очерченный. Здесь немножко не так. Здесь, знаете, более... Ну, вот как будто, не знаю, есть тут лилия или нет, я на память не помню. Сейчас вот посмотрю. Здесь он как будто немножко тоже, знаете, смазан акватикой, как будто. То есть как будто он немножко все-таки от вот острых цитрусов убегает немного в акватические нотки, я бы сказала. Но с Сахариеном и вот позже, когда острота и горькость немножечко, вот эта горьковатость поверху слетает, она тоже остается, но она потом более такая сладенькая все-таки становится, более, ну, спокойная горькость, горьковатость. И аромат сам вот в базе и в сердце, знаете, как он становится? Он такой искристый, как брызги шампанского. Вот именно это у меня было впечатление от аромата Сахариен и Сен-Лорано. Брызги шампанского, искристость, дюшесик, лимонадик. Поняли о чем, да? Вот это вот примерно о том же. Тоже можно сказать, что у аромата такой, знаете, вот у меня есть такая ассоциация цветовая, да, какого цвета аромат. Вот если звездам классно подходит золотой цвет, стар, да, и аромат должен быть тоже такой золотой, жидкость золотая, флакон золотой, все золотое. Здесь я не могу сказать, что здесь один как бы вот такой цвет для меня оранжевый, да, как у меня, например, вот желто-оранжевый, это Сахариен. Этот нет, этот как раз вот правильно, он не оранжевый, а он просто вот, ну просто где-то как-то вот одной дорожкой идет с Сахариеном, одной направленностью, одной, наверное, такой вот жизненной, какой-то веселой, такой жизнелюбивой искоркой. И вот этой вот дюше, 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 дальше у меня затруднение, дюше-систостью, это я, наверное, новое слово придумала, дюше-систостью. Слушайте, вы попробуйте сказать, как я, дюше-систостью, сильно, сильно, я вообще сильна, да. Вот это, собственно, плюс и минус этого аромата Сауреал, а так на лето и вообще вот на все сезоны потрясно. И классно на подарок, я уже говорила, на подарок классно всем, даже если вы не знаете, что кто любит, мне кажется, можно брать, не ошибешься. Самый стойкий из всех этих ароматов оказался классик, черно-красная классика Шипан Шик, второй по стойкости оказался Сауреал, Сауреал, и, кстати, вот, в принципе, неплохо сидит, так же, как и классика черная-красная, и на теле, и на коже, даже на моей, и на волосах, все остальные по-слабее. Третий по стойкости идет вот этот Лайт Клуд, и, как бы, I Love Love, и потом последний, самый, я вам сказала, это Стар. Сейчас я посмотрю, ничего ли я вам не забыла, из тетрадочки прям написала, написала и ничего не смотрела, да, практически. Да нет, ребят, все, наверное, я... А, ну, хотела ноты вам, ну, давайте ноты, если бы прям кто-то очень любит ноты слушать, ну, давайте. Вверх, малина, черная смородина, сердце, пион, жасмин и магнолия, о, магнолит он немножко, и база, мох, мускус, кедр, абраксан. Значит, по поводу кедра, амбраксана и мха, здесь немножко такая, знаете, история с секретом, с какими-то знаками у меня вопроса большими, ну, где-то, может, чего-то там вам царапнет, но вот так сказать что-то, знаете, да, это амбраксан, это кедр, это вот у меня вопрос, нет, у меня вопрос. По поводу пиона, жасмина, магнолий, для меня, скорее, это история про магнолию, но это цитрусы, и вот если говорим, что действительно кроме цитрусов там есть вот определенный акцент, это все-таки акцент цветов магнолий для меня. Так что все, ребят, а на сегодня было все, я обожаю все ароматы, которые у меня есть от Маскина, и пишите, если у вас были вообще 50 минут, это ужас! Я не знаю, вы смотрите или вы уже давно уснули. Ладно, щенки, мальчишки, всем пока, напишите что-нибудь про ароматы Маскины, ладно? Ой, мне нравится очень той-два, вот из последних, Фанни и той-два, но у меня нету ни той-два, ни Фанни, вот так, чтобы вот, да, я, а то бы я вам про них рассказала, просто я говорю о том, что они у меня, как бы я их хорошо знаю, я им многократно душилась, вот, но у меня их нет, буду заказывать. Все, везушки, пока-пока, поболтаем в комментариях. Все, надеюсь, вам было интересно. Пока-пока.